Правозащитник, бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик с нами на связи. Валентина, рада приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина, плохо вас слышим. Давайте проверим звук. Попробуем еще раз. Слышно меня? Да, слышим уже. Да, слышим. Смотрите, если отходить от сюжета, который только что посмотрели, Российская Федерация продолжает вербовать, продолжает делать все возможное для того, чтобы слать на войну как можно больше людей. Не люблю это высказывание, но простите на слове, как мясо просто пускают людей. А в целом, давайте начнем от обобщенного. Существуют ли в Российской Федерации какие-то правовые механизмы защититься от этой незаконной, нелегальной, так называемой частичной мобилизации, которую объявил Путин? Механизмы разные для россиян и иностранцев. Для россиян, подлежащих призыву на срочную службу, существует механизм в виде альтернативной гражданской службы. Для тех, кого призывают на мобилизацию, фактически никаких механизмов не существует. Для них есть только вариант отказа в мобилизации ввиду их состояния здоровья. Но вы прекрасно знаете, что в России этим просто торгуют. И нет реальной возможности уклониться от мобилизации, если ты действительно болен. А есть реальная возможность попасть туда, если ты не заплатил взято. Для иностранцев механизм абсолютно другой. Иностранцы не имеют обязанности служить в российской армии, не под каким видом. Иностранцы могут просто отказаться от добровольной военной службы. Но для того, чтобы они не отказывались, их обманывают, их бьют и им угрожают. Нужно быть бдительным и не позволить себя обмануть. Нужно быть смелым и не позволить себя запугать. И нужно, в конце концов, вытерпеть пытки для того, чтобы тебя не принудили. Других способов уклонения от добровольной мобилизации просто нет. Что делать с теми мигрантами, которые получают только свежие, так сказать, паспорта Российской Федерации и уже им сразу же вручают повестки и предлагают мобилизироваться? Это если еще, конечно же, предлагают, а могут и насильно вербовать. Как вы считаете, какие у них есть защитные механизмы? Такие есть. Кейсы, ну их там пара штук в неделю. Практически всем, кому с тем не удается поговорить, которые спрашивают, а как оформить документы, я объясняю, что с ними будет, и они не оформляют ничего. Кейсы оформления крайне редкие. Если человек давно подал на гражданство и сейчас подлежит получению российского паспорта, они, как правило, тоже звонят. А вот это в основном сознательные люди, которые говорят, что они не хотят служить в армии. Я им говорю, что бросать все, разворачиваться и уезжать. Пока вы не попали в реестры, пока не принято решение о получении вами гражданства РФ, вы еще свободны, пожалуйста, уезжайте. Как только будет издано решение, вы эту свободу моментально утратите и, скорее всего, получите паспорт вместе с повесткой. У меня сейчас плохняком такие вещи идут. А тем, кто не получает российское гражданство, вот им просто нужно, когда им говорят, при продлении миграционного учета, при оформлении патента, при оформлении разрешения на временное проживание или на постоянное жительство, когда им говорят, что нужно пойти в военкомат за справкой, им нужно говорить, что по закону нельзя ходить ни за какой справкой. У них обязаны принять документы вот так, зачитать перечень этих документов, сказать, либо примите, либо выдайте письменный отказ в получении документов от меня. Это все нужно делать с трансляцией в прямой эфир в любую социальную сеть. Работают у нас сейчас отлично. Абсолютно у всех документы принимают без всяких справок из военкомата. Откуда взялись эти справки из военкомата и почему людям рекомендуют туда не хотеть, потому что первое обращение были как раз о том, чтобы люди пошли в военкомат за какими-то справками, а их там запугивали, что они обязаны подписать контракт, а то их депортируют. Либо их запугивали, что их мобилизуют насильно и потом им не будут платить, если они не подпишут контракт, или им давали на подпись листочек, нижняя часть которого высунута из папки, не давая прочитать, что там написано. Ну это, как всегда, контракты на мобилизацию, такой мошенничественный способ. Точно так же, если человека заставляют расписаться в чем-то, не читая, контракт ли это на военную службу или признание в убийстве Кеннеди, я предлагаю людям в этом не расписываться или писать не согласен вместо подписи. А те, кто получили уже паспорт, процедура отказа от российского пастора, это сложная, да? Это не... Пока ты не выполнишь обязательства перед Россией, в том числе не сходишь в армию и не подорвешься на немном поле в Украине, ты выйти из гражданства не можешь. С чем вы лично связываете такой массив просто поиска для мобилизации людей? Неужели не хватает самих россиян внутри Российской Федерации? Ну чем руководствуется сам Кремль? Россия это все еще пока что выборный тоталитарный режим, то есть ему для того, чтобы самоутвердиться, нужно пройти выборы. И они боятся этих выборов, и они боятся, что произойдет еще один массовый отток населения. И ориентируются они в основном на самые низменные чувства населения, которые и культивируют. И они культивируют в том числе нацизм, и в том числе ненависть к людям иной внешности. Поэтому, начиная примерно с апреля, разжигаются изо всех сил всякие протесты, так называемые, против мигрантов. Они на самом деле не протесты, они искусственные действия экстремистского характера публичных. И власть изображает из себя великую борьбу с миграцией, в том числе путем отправки мигрантов, в том числе путем отправки бывших мигрантов неславянской внешности на убой в Украину. А что делать тем мигрантам, которые, вот как в нашем сюжете, также история рассказывалась о том, как мигранты из Узбекистана работали в Москве. И дорожно-транспортная компания R1, по их словам, работодатель обещал одну сумму, а выплатил, в лучшем случае, кому выплатил, то, конечно же, чуть ли не в половину меньше. И, естественно, сколько таких мигрантов пострадало, пока неизвестно, но речь идет о тех, кого успели посчитать, смогли. Это только 14 человек, которые пришли требовать свои деньги, а сколько таких обманутых, неизвестно. И это не совсем так, чтобы частная компания, то есть там замешана, и, конечно же, местная власть. Так вот, и угрозы, конечно же, им, этим мигрантам, звучали. Что делать таким людям, и есть ли вероятность того, что также будут угрожать им, если будет возмущаться и требовать зарплаты, то мы вообще вас военкоматы поздаем. Стоит ли им таких запугиваний, бояться, и что в таких случаях делать, если угрожают военкоматами и подписаниями контрактов и идти на войну? Во-первых, в всяких компаниях, как правило, не угрожают военкоматами, а как правило, говорят, ребята, все прекрасно, у вас зарплата повышается до 80 тысяч рублей с ваших 55, но вы будете отправлены в комментировку на юг России. И они идут и подписывают, не читая, и потом оказываются в Украине. Так вот, если вам дают что-то на подпись, читать, не подписывать, не читая, не подписывать ведомости, в которых миллион фамилий неизвестно за что в подписи. И угрозам, что мы вас отправим в военкомат, не верить, но отправят в военкомат, и там вы напишите несогласно на контрактную службу, ну и что сказать. Но протестовать в России публично иностранцам запрещено. К сожалению, статья 31 Конституции РФ разрешает мирные собрания только гражданам. Иностранцы, в отличие от всего мира в России, не имеют права заниматься никакой политической деятельностью, не имеют права собираться мирно, не имеют права высказывать свою позицию публично. Но это все можно делать путем отправления петиций, путем видеоопрощений и путем одиночных протестов. Но не политических, скажем так, только за себя персонально, не против российских властей. Это ужасно, но в России вот такая конституция. Сейчас, если говорить непосредственно, опять же, я больше хочу ссылаться на правую защиту, потому что нас смотрят, в свою очередь, люди из многих стран мира. Что бы вы сейчас советовали, в первую очередь, куда обращаться? Как правильно обращаться в силу того, что в Российской Федерации внутри сейчас все очень сильно контролируется? И будь то какой-то минимальный позыв или же намек на то, что ты против путинской вертикали, против этой войны, которую развязала Российская Федерация против Украины, ты уже подпадаешь под статью, там, фейки против армии Российской Федерации, либо предательство страны и так далее. Что бы вы лично посоветовали? Это на завершение. У нас, кажется, остается две минутки до завершения эфира. Обращаться в случаях невыплаты заработной платы в Следственный комитет и, главное, как правило, мигрантов нанимают нелегально, документировать тот факт, что вас наняли, и обращаться в отделы по вопросам миграции. Миллион рублей штрафа будет с вашего работодателя. А в случаях, когда вам необходимо выразить протест, ну, обратитесь к бесплатным юристам. Нас все-таки есть. Нас немного, но все-таки есть. То есть, что касается правоохранительных органов, мы сами сталкиваемся с тем, что с марта прошлого года правоохранительным органам вообще плевать на все, кроме заявлений о фейках против армии, и они не расследуют никакие обращения, с которыми к ним выходят любые граждане, в том числе и россияне. Они их просто не рассматривают, там они лежат пачками. Обращаешься в прокуратуру, на бездействие должна стать лиц, тоже лежит пачками. Они говорят, что... Правоохранительные органы говорят, что их всех мобилизовали на фейке против армии, и они ничего не могут сделать. Они должны выдавать план, и они не могут заниматься ничем другим. И также, позвольте уточнить, в свою очередь, если говорить о том, что внутри Российской Федерации Шойгу подписал указ о наборе дополнительных людей напрямую уже пишут, на так называемую СВО. Это вообще законно по Конституции Российской Федерации в силу того, что военного положения в России нет? Нет, это незаконно. Но он может издать приказ или распоряжение о дополнительном наборе на контрактную службу. И это как бы хозяйственная деятельность, это не запрещено законным, это не мобилизация, считается. Это хозяйственная деятельность. Так вот, не нужно участвовать в такой хозяйственной деятельности, которая является просто военным преступлением, и которая, скорее всего, приведет вас в черный мешок. Вам огромное спасибо за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Очень важная тезис от вас услышали, как от правозащитника. Я надеюсь, что это станет очень полезным для тех людей, которые не хотят принимать участие в этой спровоцированной России войне. И думаю, наши зрители тоже записали и ваше имя, и фамилию. Конечно же, если понадобится, будут обращаться. Валентина Чупик, правозащитник, бесплатный юрист. Для мигрантов была с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин